На срочную службу вскоре призовут около 133 тысяч человек. Сегодня подписан президентский указ. Но, не дожидаясь его, в армию отправился Первый канал. Этой традиции уже больше 20 лет. На этот раз телеведущие, звезды, эстрады, артисты, спортсмены нагрянули в легендарное Рязанское десантное училище. Наш корреспондент Дарья Дружина все увидела, а заодно прошла боевое крещение. Как с макеты вертолета десантируются по тросам курсанты, наблюдает команда Первого. Телеведущие актеры приехали в Рязанское гвардейское десантное училище. Повод особый. В ноябре оно отметит столетие. И всех поздравляем, особенно тех, кто связан с этим училищем прекрасным, со столетием этого заведения. Марина поделилась сегодня со мной, что хочет прыгнуть с парашюта. Я мечтаю. Может быть, сегодня получится. С парашютами не прыгали, зато ездили на КамАЗах, Тиграх, стреляли из автоматов, пулеметов так, что мишени разлетались в щепки. Праздник, конечно, потрясающий, потому что все-таки одно из потрясающих училищ, все-таки Рязанское и БДВ, это марка, это фирма, и это потрясающие ребята. Это элита армии. И быть рядом с ними, ну пусть не в строю, пусть хоть рядышком, такое прямо в сердце. Но в гости, как известно, с пустыми руками не приходят. В выпускникам училища ветеранам вручили подарки, а лучшему офицеру подарили скутер. Это здорово, что Первый канал смог приехать сегодня, поздравить. Училище, десантные войска являются элитой наших вооруженных сил. Конечно, они всегда впереди. Если необходимо защищать Родину, первыми идут они. До Рязани это большая гордость, большая честь, то, что училище у нас есть именно в Рязанской области. Конечно, и большая ответственность. Крылатые войска ежегодно поступают сотни выпускников школ. Их привлекает не только романтика неба, но и желание служить в самых легендарных войсках. Здесь голубой берет уже 10 лет примеряют и девушки. Не каждая девушка согласна пойти в армию, отдать свое, как сказать, личное время, свободу. Девушек обучают и способам борьбы с танками. Они стреляют из окопов, метают гранаты и ложатся под танки. Надеюсь, это пройдет удачно. Над боевым крещением меня. Ощущения непередаваемые. Под грохот взрывов и пулеметные очереди с вышки звезды наблюдали за тем, как десант захватывает и уничтожает базы боевиков. Ведущий «Доброе утро» Тимур Соловьев не испугался и прямо в огонь на боевой машине. Супер ощущение. Оглушило немножко меня этой гранатой, хоть и учебной. Вообще класс. Десанту первого показали конно-спортивный комплекс и уникальный учебный центр по подготовке водолазов. Там и подводные тиры, и макет судна, а телеведущая Юлия Барановская не испугалась и залезла в торпедный аппарат. Держи ее! Супер! Не страшно, честно. Браво! Первый в армии завершился праздничным концертом. Такой взрывной день точно запомнится надолго. Дарья Дружина, Алексей Белов, Вячеслав Черешко, Ольга Хитрина и Андрей Бакашев. Первый канал.